Так, это Дархан и это Лису Левенде. Это Дальчурт, но ему покрасно не убить. Так, третий номер с Флойт Лоутон, умелый стрелок и профессиональный убийца, дождущий смерти. За приличную оплату он уничтожит цель или погибнет, пытаясь это сделать. Когда Флойт Лоутон был ребёнком, он попытался избавиться от жестокого цена одним выстрелом. Однако промахнулся и вместо этого убил своего любимого брата. Лоутон поклялся больше не допускать промаху и стал величайшим стрелком в мире, равно как и профессиональным убийцей. Он продолжает винить себя в смерти брата и жаждет смерти. Только Зоя, его дочь, дает Флойту повод жить. Честно говоря, я не знал, что он убил своего брата в комиксах. Таймую я в основном от фильма, действительно, из фильма. Это уже... Чем отличается джет в фильме от комиксовой версии? Во-первых, он чёрный, а второе, я хочу инфокрасный глаз на другом глазу. Вот это, я понимаю, классик. Почти классический, наверное. Тут уже инфокрасный глаз на правом глазу. Если придавиться внимательно, то можете помочить красную точку, яка, около инфокрасного глаза. Это типа как... Ну, типа процед. Также у него снайперка тут. И его ручникушка, я напомню, как он называется. Тут тоже ручникушка, но тут у него уже пистолеты. Также его... Ну, инфокрасного глаза обычный. Маска, ну, маска Харбуша, скажу. Тут маска, ну, почти идеальная, почти мне нравится. Но в мультфильме отряд самого убийцы... Адская расплата была лучше маска. Так. Красный. И будет у нас красный торнадо. Красный торнадо. Торнадо чемпион. Лига справедливости. Красный торнадо это супергерой андроид, который является носителем ментальной ветра. Что надеялся его невероятными способностями... А, что наделяет его невероятными способностями, принят эту стихию. Ну, я прочитал, конечно. Ладно. Красный торнадо это андроид, созданный ученым-злодемом Тео Морол, который сделан его носителем элементальной ветра. Дра Улсулна. Это наделяет его невероятными способностями управлять ветром. А также на имя Морол Юрьеву силы и скорость. Он был создан, чтобы правильник иметь общество с пригласным. Америка не помену, но изобретателя правильника красный торнадо стал боговатым супернародом. Несмотря на свою механическую природу, он предпочитает жить как люди, завести семьи и наслаждаться простой жизнью. В Бэтмене отважный и смелый так и был, он пытался завести себе кибер-ребенка. По-моему, или женский... Не, мужская или женская версия, я не помню. По-моему, он плохо вышел. Плохо вышел, пришлось уничтожить его кибер-ребенка. Также в Юной Лиге Справедливости в первом сезоне рассказывается его в истории. Он играет одну из важных ролей. Но только в первом сезоне. Его можно купить фрагменты сегодня. Можете купить фрагменты Бизарро. Ну, ладно, я не правильно, наверное, сказал, но ладно. Так. Думаю, в этой игре сегодня все.